Уникальная история выживания, которая могла закончиться очень трагически. Мое путешествие в Чернобыльскую зону отчуждения началось очень хорошо и ничего не предвещало беды. Уже в первый день моего долгого похода я на горизонте увидел небо, которое было очень затянуто дымом, а на голову мне начали падать какие-то обгоревшие частицы травы. Где-то в Чернобыле пожар. Ко мне только что такие куски гари прилетели, и как мы видим, вот там небо такое странное, как будто где-то пожар. Сразу стало понятно, что-то очень сильно горит. Путешествие по первому селу рассоха. Я обратил внимание, что все вокруг очень сухое. Сухая трава, деревья, кусты, которые очень вплотную охватывают все деревянные домики и сарайчики, которые здесь находились. Еще тогда я начал анализировать ситуацию и понял, что в случае распространения огня, все вокруг будет уничтожено. И пожар очень тяжело будет обуздать. Чем, конечно, минус. Ну, даже, ну, не минус, а как бы опасность пожара. Потому что я вам говорю, а дома здесь как бы деревянные. Вот тут тоже печка разрушена. На этом, вроде бы, все и закончилось, и оснований волноваться не было. Второй день начался очень спокойно, и казалось, что никакой опасности уже нет. Но после того, как я дошел до другого села, Иловница, все начало повторяться. Горизонт затянул густой и черный дым, размеры которого начали стремительно увеличиваться. Ребята, только посмотрите, какой пожар. Это уже второй день. Самолеты пожарные летают. Хоть бы там наши вещи не горели в домиках деревянных. Лишь после того, как над моей головой начали стремительно летать туда-сюда пожарные самолеты, Андрица-2П и вертолеты, я понял, что ситуация начинает активно развиваться и выходить из-под контроля. Я начал паниковать. Где-то самолет летит. Пожарный Ан-32. Обратно, ребята, летит пожарный Ан-32. Он хоть не над нами будет лететь. О, вот еще один. Наверное, где-то сильный пожар. Ребята, обратно, летит самолет. Вон он. Я начал паниковать, понимая, что мне нужно ночевать в этой деревне. Тоже окутанной сухой травой, где все домики из дерева. А сильный паривистый ветер, который дул со стороны пожара, не давал возможности успокоиться. Ребята, очень сильный ветер, вы посмотрите. А ветер еще и оттуда. А там сильные пожары, вы посмотрите, что делать. Это ужас какой-то, ребята. А вы посмотрите, какие там пожары сильнейшие. Тут самолеты летали. И если этот ветер, все это сюда как бы нагонит, это как бы очень печально будет. Он, я вижу, вертолет сейчас вам засниму, летает над эпицентром. Отсюда очень хорошо видно. Видите, что там делается? А если такой ветер, я не знаю. Оно может спокойно и сюда к нам это все принести. И представляете, что потом тогда будет. Очень много в голове начал прокручивать сюжетов, как я буду спасаться, если пожар меня захватит врасплох. Но мысль, что это может произойти во время сна, и я не успею проснуться и погибну в том доме, не давала мне покоя. А дом деревянный, не хотелось бы ночью сгореть днем. Пожар, как видим, наверное, разгорается. Вообще такое, такое все небо страшное. Я не знаю, если где-то сюда дойдет, там трава сухая, эти здания, это все выгорит. Нужно будет текать. В лесе тоже опасно, особенно если пойдет верхний пожар по деревьям. Это вообще страшно. То есть нужно где-то будет отсюда выбегать. Тут тебя хоть пожар не тронет. Это такая трава, что она гореть не будет. Вот. В общем, такие дела, ребята. Так что мы уже до нашего, практически, там дошли. Так что, таким образом сократили путь. Вот еще один самолет летит, смотрите. Поехали. Поехали. ребята вылезли мы на наш домик почему вылезли по бы во первых отсюда вид открывается чуть повыше правда самолет правда самолеты летают постоянно ан-32 п тушат пожар как видите вот у нас за спиной очень большой пожар начался вот с той стороны и они летают тушат прямо дым дым этот конечно приближается сюда он меня как бы настораживает а настораживает знаете почему потому что не дай бог куда-то сюда перекинется тут сухая трава видите она как пойдет домики здесь тоже деревянные вспыхнут на 1 2 нас наш между прочим домик тоже деревянный и нужно куда-то срочно эвакуироваться тут будет небезопасность и начнется пожар на уже свет приметил местечко там в поле там как бы растительности меньше и все как бы ну под конец дня тревога на душе спала да и усталость от активного дня и физических нагрузок далась в знаке что позволило сразу заснуть и не думать о плохом солнышко уже садиться будем закругляться и пожар еще как бы дымится смотрите вот это небо вот это все пожар начинаючи оттуда и аж сюда ну хорошо хоть ветер успокоил его можно локализм его проснулся утром и от того что очень сильно замерз ведь температура воздуха опустилась этой ночью аж до минус пяти градусов жения фильма путешествие в одиночку по зоне отчуждения направляемся в припять третий день вот переночевали мы в этом вот уютненько сарайчике но скажу что очень замерз я понял что почему я мерз потому что минус наверно был конкретный я вот тут отошел тут у меня вот вода где-то было в банке вот нам набрано смотрите видите полностью замерзла вода видите на горизонте снова все было спокойно и я снова успокоился но стремительно пролетевший самолет сорвал мой покой и основа начал нервничать и я понял что ситуация остается напряженной только собрались эти где-то какой-то звук что-то худит иду на разведку посмотреть звук похожий либо самолет либо вертолет какой-то да на вертолетными 8 он летит в общем тут за заборчиком вот так вот кратался думаю меня видно не было в общем тут над чернобыльской зоной авиатехники больше летает чем я не знаю я решил быстро покинуть эту деревню и двигаться дальше в сторону припяти честно не знаю какие силы в ту ночь не пустили огонь дальше и дали мне возможность переночевать и не стать жертвой лесного пожара но все же я вышел жив и не поврежден самого утра летают самолеты а я как раз чистом поле ан-32 п пожарные у него снизу баки специальные для того чтобы сбрасывать воду сел под деревом обратно летит самолет и так понимаю ан-32 это лишь бы пожарный чтобы не полиция лишний раз спрятался тут поделочку надеюсь что меня видно не будет очень ребята он пролетел стороной так что можно вставать блин ребята это уже не смешно обратно лететь самолет и летит где-то даже в нашу сторону вон да я тут за колонной от спрятался он смотреть холодная вода ветер куча нюансов которые нам мешают еще самолеты вот тут летают ну слава богу этот летит чуть дальше не возле нас ну летают туда-сюда там за деревьями слава богу ребята брать на самолет мы сумку спрятать и прячемся сам налюбовались красивыми краеведами попрятались от самолета самолеты продолжают летать ну летают уже чуть дальше от нас вот самый самолет полетел летают уже сбылся еще то только 12 часов дня вчера их сколько было ну ничего для пилотов эта работа техника летает это хорошо следующая ночь была уже в другом селе безопасном месте где не летали самолеты но задымленный горизонт не давал покоя мыслям о пожаре и его последствиях как я потом узнал последующие дни пожар активно начала распространяться зоной и первым сгорело первое село рассоха где я ночевал после чего огонь быстро и безжалостно уничтожил и иловницу последствия которые сейчас увидите на экране даже трудно представить чтобы было если бы я оказался в эпицентре этих событий удалось бы мне выжить и невредимым выйти из той местности эти мысли были со мной все время моего опасного и очень интересного путешествия в общем ребята тут началась просто жесть такие сильные пожара обычно за два часа каких-то сильный порывистый ветер за два часа такое начало чудиться сначала чуть-чуть и вот два часа как бы разорелась активный пожар вот там за час за аркой может вам плохо видно тоже чуть-чуть тоже разгорается и в ту сторону несут и вот на той стороне и только сейчас через несколько лет я понимаю что если бы на один день я медленно с началом путешествия то попал бы в огненную ловушку такой вот у меня жесткий поход ребята тупо жесть нужно уходить потому что ветер усиливается вот что значит лесные пожары ребята интересная жизнь и сила которая ведет нас на нашем пути оберегает от каких-то страшных событий дает нам возможность преодолеть все трудности и двигаться дальше даже когда кажется что судьба и весь мир от вас отвернулись не спешите расстраиваться возможно именно таким образом невидимая сила отводит вас от еще чего-то хуже и страшнее если что буду возвращаться назад пока иду смотрите что что творит тупо все полыхает и она поднимается наверх видите главное пройти вот эти опасные участки там дальше я думаю будет все нормально посмотрите как распространяется огонь на молоднях и потом наверх горит все горит все горит даже там где гореть не должно единственный плюс ребята что я я не слышу запах в глаза пока не режет вот но запах они слышу смотрите пошло наверх тупо ветер подул и пошло наверх вот эта дорога где я прошел только что как полностью сгорают деревья ребята это ужасно такая вот интересная и опасная частица моей истории которой я решил поделиться с вами полное видео экстремальной экспедиции сможете найти на моем канале последствия лесных пожаров дым повернуло и видите весь город в дыму полностью все затянуло дымом тупо нереальный смог особенно оттуда идет вообще тупо все накрыло в эту сторону как бы уже более-менее проглядается а ветер да сейчас весь тянет отсюда отсюда тянет весь ветер полностью даже и солнца не видно напишите пожалуйста в отзывах что вы думаете по этому поводу и кто или что спасло меня от смерти и бывали ли у вас подобные ситуации подписывайтесь на мой канал и на канал моей жены становитесь спонсорами канала ведь благодаря вам и вашим донатам канал продолжает существовать и развиваться спасибо за просмотр желаю вам удачи и чтоб все проблемы и неурядицы обходили вас стороной а ангел хранитель всегда оберегал и давал силы двигаться вперед там продолжаются пожары видим смог ветер поменялся теперь хоть ушло от города и вот вот так вот сталкера прощаются с городом Припять очень привыкают но к сожалению нужно всегда возвращаться домой это были последние кадры сделанные в село Иловница буквально через пару дней сюда пришли самые сильные пожары за последние 30 лет это чудесное село было полностью уничтожено сильнейшим пожаром все дома все постройки все что было построено человеком огонь уничтожил очень жаль наблюдать за той картиной которая сейчас открывается после пожаров и очень обидно и очень больно представлять что ты здесь был и ты видел все эти дома все эти сохранившиеся дома в том состоянии и ты понимал что они еще не один год не один десяток лет могут вставать пристанищем для сталкеров чтобы можно было укрываться от дождя от холода просто ночевать и когда ты видишь что на том месте где стояли дома или той дом где ты ночевал сейчас там все сожжено это очень больно так что не зря я говорю что нужно в первую очередь увидеть посетить вот именно вот такие села которые беспощадно уничтожает сама природа а еще сильнее наносит вред вот такие вот сильнейшие пожары которые уничтожили между прочим и село Рассоха которое полностью сгорело и ряд еще других хорошо сохранившихся сел и в частности саму зону отчуждения которая очень сильно постраждала особенно леса экосистема животные любимые и известные и очень красивое село Иловница навсегда ушло в историю и 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 отчет и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok